Жирный народ – это сословие обеспеченных горожан в средневековых городах Италии. Термин используется в контексте коммунального движения пополанов в XIII-XV веках. Жирный народ обычно противопоставляется тощему народу. В XII веке во Флоренции происходят процессы, разрушающие феодальные отношения. С одной стороны, бурное развитие торговли и ремесел приводит к тому, что денежные средства сосредотачиваются у ремесленников и торговцев, а не у феодальной знати. С другой стороны, старые политические отношения уже не устраивают новые богатеющие сословия, и в начале XII века во Флоренции на базе сформировавшейся городской коммуны возникает народная демократия. Благодаря развитию торговли и политическим реформам, к середине XIII века Флоренция становится ведущим городом средневековой Европы, единственным европейским городом, теканищем собственные монеты. Де-факто Флоренция обретает независимость от монархических институтов и образовывает Флорентийскую республику. Последующая во второй половине XIII века борьба между гвельфами и гибелинами привела к разрушению народной демократии. В сентябре 1260 года, одержав решительную победу в битве при Монтаперте, власть во Флоренции захватывают гибелины, приверженцы императора. Их господство, сопряженное с восстановлением власти императора во Флоренции, продолжается шесть лет, вплоть до 1266 года. Однако изгнание гибелинов из Флоренции в ноябре 1266 года не привело к восстановлению народной демократии в полном объеме. Власть во Флоренции фактически стала олигархической и перешла к руководителям ведущих ремесленных цехов. Во главе цехов стояли избираемые консулы, однако только старшие цеха, которые во второй половине XIII века являлись наиболее прибыльными, сосредоточили политическую власть в городе. Граждане Флоренции, состоящие в этих цехах, оказались как более обеспеченными, так и более влиятельными, образовав отдельное сословие, которое получило название «жирный народ». Соответственно, жители Флоренции, приписанные к другим цехам, и городская беднота оказалась тощим народом. Возникшая во Флоренции система цехового самоуправления распространилась по другим регионам Италии и оказывала влияние на другие итальянские города. Термин «жирный народ» стал таким образом применяться за пределами Флоренции. Цеховое самоуправление просуществовало вплоть до XV века, когда во Флоренции власть сосредоточилась у семьи Миличи.